Марина Павловна из Саратова сегодня пишет, очень увлажненный участок, грунтовые воды близко, и до середины мая на участке стоят лужи, все вымакает, плодовые деревья не растут, хорошо себя чувствует только ивы, посадила несколько декоративных. Спрашивает, а какие цветы можно попробовать посадить? Вот вы рассказывали про вербейники, может вербейник? Марина Павловна, ну конечно, я бы на вашем месте все-таки озаботился о какой-то простейшей мелиорации участка, потому что нормально расти на нем не будет ничего. Ну а если что-то все-таки влаголюбивое поискать, да, вербейник влаголюбивый, но если уж сильно замыкает участок, он вряд ли у вас будет нормально расти. А вот о дербейнике можно подумать. Давайте сейчас быстренько сгоняем в теплое лето, и я вам покажу дербейник. Вот он, красавец-дербейник, в нашем тактильном саду на Рязанском проспекте. Кстати, дербейник вы можете знать и под другим именем – плакун-трава. Почему плакун? А на его листочках появляются капельки воды, ну совсем как слезки. Так дербейник сбрасывает лишнюю влагу. Это вот ему и позволяет нормально расти на переувлажденных почвах. Растение очень неприхотливое, растет практически везде, ну то есть необязательно для него создавать специально переувлажденную почву, он ее переносит, но в принципе и на обычной почве он будет расти, если вы ее, конечно, будете вовремя поливать. Размножается легко, либо делением куста, потому что это многолетник, то есть на одном месте может расти много-много лет, либо семенами. Я его размножал, сея в торфопереднойные горшочки, где-то вот в середине марта, и потом высаживал на постоянное место. Супер медонос, то есть вот ни одна пчела мим не пролетит. То есть пасечники очень уважают плакон траву и стараются ее по максимуму распространить. А что, растет даже на неудобьях, не требует никакого ухода. Чаще всего у нас выращиваются два вида дербейника, дербейник эволисный и дербейник прутовидный. Вообще, если вы захотите завести его себя на участке, лучше все-таки сажать сортовой. А сортовой можно раздобыть в обычном семенном магазине. Ну, по крайней мере, я видел два или три сорта дербейника. Сортовой он и покрупнее, и цветет подольше, и нектара у него побольше, и аромат поинтереснее. Так что, удачи вам в выращивании дербейника!